Сегодня я постараюсь вам абсолютно вкратце рассказать о нашей парфюмерии. Но акцент все-таки я сделаю на предновогодние праздники, потому что Новый год это время подарков. Это то время, когда каждый человек, как женщина, так и мужчина, мечтают быть очень красивыми, мечтают проявить себя, каждый ищет какой-то определенный наряд, каждый старается какой-то образ создать. И именно парфюмерия, она дает такую шикарную возможность. И это очень важно, потому что если мы неправильно подбираем парфюмерию, если мы неправильно подбираем какой-то аромат, который подходит под конкретный образ и под конкретного человека, то можно сказать, что наш образ не создастся. Он будет неполным. И какой бы вы наряд ни одели, если у вас нету несколько капель аромата, то вы не сможете передать то настроение, тот характер от себя лично. Почему? Как бы мы ни хотели, мы из природы живого, из природы животных. Ну, мы, конечно, люди, но в любом случае у людей точно так же, как у животных, очень ярко выражено обоняние. Просто некоторые не умеют им пользоваться. Но вот я хочу вам такой пример привести. Вспомните такую ситуацию, вспомните свой первый поцелуй, вспомните, когда была первая любовь. Ощущения были другие, потому что когда идет другой запах, тот запах, тот аромат тела человека или вкуса определенного человека, то мы подходим друг к другу. Если у нас нету этого соприкосновения, то происходят другие ситуации, происходят, что, знаете, как сказать. Хорошо, вот всем вам предлагаю вспомнить такую ситуацию. Вспомните какой-то из поцелуев с мужчиной или женщиной, и вспомните, почему вдруг вам не понравился этот поцелуй. Бывало такое, что вроде бы и внешне нравится человек, и вроде бы он симпатичен и интересен. Но вот после первого поцелуя вы расстались. Если у кого-то это было, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, потому что я знаю, что у многих такое было. Как только дошло дело до поцелуев, все закончилось. Было ли у кого-то из вас такое? Было. Отлично. Я знаю, что было. Потому что вот как бы мы ни хотели, есть определенная физиология. И определенный аромат, он вызывает или радость, или вызывает огорчение. Я хочу еще один из примеров привести. Новый год. Сейчас попробуйте закрыть глаза на несколько секунд и вспомните, чем пахнет Новый год. Что в Новом году такого, что вот действительно вызывает радость и желание быстрее, 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 быстрее попасть в какую-то сказку. Напишите мне, пожалуйста, чем пахнет наш Новый год. Пахнет мандаринами, елкой, правильно, а еще чем? Я знаю, что в России пахнет еще кое-чем мандаринами, правильно? Запах ели, шоколада, елкой. А оливье? Практически у каждого россиянина есть на столе оливье, точно. Я не знаю, как в других странах, но вот в России однозначно. Оливье – это самый первый салат, который необходим на столе. Снег. И скажите, ощущение радости, ощущение куда-то стремления. Новый год – ощущение чего-то теплого. А еще сель по шубе. Да-да-да, все верно. Смотрите, сколько у вас ассоциаций. Вот любой аромат, он приносит определенную ассоциацию. Если мы, представляете ситуацию, предположим, вы идете на встречу с любимым человеком, а от вас пахнет сельдью под шубой. Как вам оно? Хорошо будет или нет, сельдь под шубой? Мужчина скажет, что-то я есть захотел. А у него совсем другие ассоциации будут. Во-во, точно. А еще бывает, знаете как, сельдь под шубой поели, а рыба и запах рыбы изо рта. И вот это немножко другое совсем впечатление, совсем не любви. И смотрите еще такой момент, представьте. Вот идете вы летом по городу, нарядные, красивые, идете с цветами, кому-то в гости. У вас все прекрасно, вам все радостно. Вы идете и вдруг проходите мимо мусорки. А оттуда, о-о-о, аж дышать невозможно. И аж настроение какое-то другое становится, аж прям нехорошо. Бывало такое у вас? Бывало или нет? Напишите. Да, нет. Мне интересно, было ли? Ну, ответьте мне, пожалуйста. Или все ходят по ароматным улицам? Было. Отлично. И точно так же, знаете как, тот, кто не бывал в Париже, не знает, чем пахнет Париж. Потому что Париж пахнет булочками, Париж пахнет кофе, Париж пахнет пряностями. А чем пахнет Турция? Вот сейчас ситуация такая нехорошая, но все равно мы с вами поедем, если не в Турцию, то в другую страну. Мы не отменим это мероприятие. Но важно другое. Вот Турция, она пахнет цветением цветов. И каждая страна, она имеет свой запах. И точно так же каждый человек имеет запах собственного тела. Поэтому обязательно возьмите сейчас тетрадочку и ручку, запишите. Очень важный момент. Первое. У каждого человека собственный запах тела. И когда мы берем аромат и просто нюхаем его, мы его неправильно выбираем. Потому что аромат нужно соединить с запахом вашего тела. И уже нужно увидеть, что будет происходить с этим ароматом и соединением... Сейчас, секунду, подождите, у меня что-то тут жужжит. Надо сделать так, чтобы не жужжало. Меня слышно? Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики. Слышно меня или нет? Ну, кума, правильно, Люба, да. Слышно меня? Отлично. Просто у меня что-то в наушнике жужжало, я решила поменять. Вот смотрите. Когда мы просто нюхаем аромат, мы чувствуем только верхнюю ноту. И поэтому очень часто мы неправильно выбираем себе аромат. И очень важно, чтобы у каждого были пробники. Благо у нас в компании Фабрик пробники есть. И обязательно их покупайте. Как только появляется новый аромат, обязательно приобретите. Потому что это тот инструмент, который поможет лично вам подобрать аромат. Потому что парфюм нужно нанести обязательно там, где бьется пульс. Или здесь, или вот на эти места. Но лучше на руке. Тогда вы поймете, какой аромат. Вот здесь бьется пульс, в локтевом суставе, в сгибе. И можно между пальчиками нанести. Главное запомнить, где вы нанесли аромат. И нужно дать время для того, чтобы аромат раскрылся. Особенно сейчас в зимнее время. Когда холодно, аромат раскрывается более длительно. Поэтому ароматы рекомендуются более насыщенные. А когда в летнее время там жарко, и там быстрее аромат раскрывается. Точно так же у каждого человека есть своя температура тела. И очень важно, когда вы наносите, нужно определять. Если у вас повышенное давление, или, например, у вас температура, то аромат на вас раскроется очень быстро. Если у вас, предположим, пониженное давление, то есть температура тела более низкая, то аромат будет в течение 15-20 минут раскрываться. И особенно в зимнее время. Если в комнате жарко, быстро откроется. Если в комнате холодно, то он будет раскрываться более длительно. Поэтому обязательно нужно носить, чтобы любой аромат соединился с запахом вашего тела. Потому что они могут не дружить, так как в поцелуях, то, о чем я с вами говорила, он может просто противоречить этому. Вы попробуйте, вы увидите, насколько это здорово. Но еще зачем нужны пробники? Затем, что когда вы кому-то предлагаете, или решили подарить подарок кому-то, или поговорить, продать, предложить человеку парфюм, то очень важно дать аромат ему понюхать. Но не вот так. Потому что вот если вы заходите в магазины, или если вы начнете нюхать более пяти ароматов, одновременно ваши ароматы перепутаются, и вы запах точно не услышите. Очень часто в магазинах рекомендуют выпить кофе, или понюхать кофе. На самом деле это неправда. Она немножко перебивает, но остается запах кофе еще в носу. Вообще, профессионалы-парфюмеры рекомендуют выпить горячий чай с сахаром. Когда я представляю ароматы людям, когда я им даю понюхать, то я обязательно наливаю черный горячий чай с сахаром. Тогда, когда вы нюхаете аромат, то горячий чай с сахаром, он собирает вот этот запах, собирает вот эти ароматы и вносит его с собой. И тогда гораздо проще понюхать несколько ароматов. Но все же лучше не более трех. Давайте мы с вами, знаете как, мы сейчас просто перейдем к следующему слайду, и я вам кое-что покажу. Вот смотрите, в комбании Фаберлик, так, слышно, перескочила. Перескочила, нормально. В комбании Фаберлик огромное количество разных ароматов. Я, естественно, показала вам здесь совсем немножечко. Я показала вам такое направление, что сейчас новогодние праздники, и очень хорошо бы дарить подарки. Очень здорово дарить подарки. Очень многие приобретают подарки. И у меня есть определенные клиенты, которые приходят конкретно ко мне, чтобы мы подобрали подарок. И мы очень часто подбираем парфюм. Я очень благодарна компании Фаберлик, что сейчас появилось огромное количество дополнительного парфюмерии продукта. Видите, я вам тут представила и гель для души, и дезодорант, и маленький парфюм. И это очень удобно, потому что парфюмированные наборы, они будут стоить, во-первых, гораздо дороже, соответственно, подарок будет более объемный. Если, например, кто-то из клиентов у вас будет подарить такой подарок, или вы будете подарок такой дарить, или вы будете предлагать, предлагайте наборы. Потому что наборы можно оформить, можно поставить в пакеты наши, можно поставить в прозрачную упаковку и связать их с бантом. Дарья в прошлый раз вам показывала варианты составления подарков, то есть очень красиво, в корзиночке с наполнительным, и вот такой парфюмированный набор. Точно так же можно сделать, купить красивые коробки с прозрачным верхом и уложить красиво на ткани вот эти продукты. Я просто точно знаю, что если подарить такой набор, и его правильно подобрать для клиента или для своих близких, то однозначно, это, знаете, как бы локомотив за вами. У меня таких моментов очень много. Я стараюсь всегда продавать первично и предлагать как клиентам, так и консультантам, которые пришли новички ко мне в структуру, именно парфюм. А к нему локомотивам и гель для душа, и к нему локомотивам обязательно. И сейчас гиздоранты появились, они причем парфюмированные. То есть человек, пользуясь, он же не всегда пользуется парфюмом. Согласитесь, что иногда хочется чего-то легкого. И иногда не хочется наносить большое количество парфюмирования, именно самого парфюма или туалетной воды. И очень часто бывает, что человек просто приобретая гель для душа, то гель для душа отличается от парфюмира, от того парфюма, которым он пользуется. А если это в комплексе, то получается, что человек принял душ с этим ароматом, с нежным и чарующим. Причем он, например, любит какой-то аромат, но он не может на ночь его нести, потому что он более яркий. А на ночь нужно более слабый, более легкий аромат, потому что, ну, чтобы не спугнуть своего партнера, чтобы было, знаете, как в ночное время, оно должно быть очень такое нежное, манящее и чарующее. И если этого не происходит, а резкий аромат, то хочется от этого человека убежать. Поэтому здесь очень хорошо будет, поможет именно гель для душа, потому что он вот этот шлиф нежный предоставит каждому человеку, который любит этот аромат. А дезодорант очень хорош для того, чтобы, например, он не антиперспирант, он убирает запах пота, он не убирает пот, но за счет этого можно, то есть дезодорант, он более щадящий и более ненасыщенный. За счет этого можно использовать дезодорант в гораздо большем количестве. И он точно так же работает, что гель для душа наш, что дезодорант, он точно так же работает, как наш парфюм. То есть открываются три ноты, но об альфакторной пирамиде мы говорим чуть позже. Давайте посмотрим следующий слайд, который я хотела бы вам показать. Посмотрите, пожалуйста, какие, это тут вот частично только представлено, это только женские ароматы, и то не все, потому что ароматов огромное количество. Но дело в том, что и большое количество, как в этом каталоге, так и в следующем каталоге, и практически в каждом каталоге парфюмерию компания предоставляет с большой скидкой. Или 40% на какой-то парфюм, или 50%. Это очень выгодно. Вот здесь в 17-м каталоге представлены именно эти ароматы с 50% скидкой. Это шикарнейший подарок. За такую цену, представляете, когда вы клиенту скажете, вы можете сделать богатый подарок. Парфюм плюс гель для душа, и точно так же дезодорант. И вам это обойдется меньше, чем в тысячу, меньше, чем 800-900 рублей. То есть это рублей 800 обойдется. Это будет шикарный большой подарок. Конечно, такие подарки не дарят сотрудникам, не дарят своим, например, ну как пузентам. Конечно, эти подарки дарят больше близким своим. Но очень часто хотят сделать такой дорогой подарок, но не у всех достаточно денег. Потому что если вы зайдете в магазин, и обратите внимание, сколько стоит вообще парфюмерия, причем французская парфюмерия, а даже не французская сейчас стоит просто нереальных денег. Качество более низкое, чем у нас, а стоимость очень высокая. Скажите, пожалуйста, поставьте восклицательные знаки, кто знает, что парфюмерия в магазинах и высокого качества, и невысокого качества стоят гораздо более, чем полторы тысячи рублей, две и три. Не менее четырех. Правильно, Наталья, говорите. Да, действительно. Потому что особенно сейчас в магазинах настолько поднялись цены, что многие, особенно мужчины, сейчас очень часто мужчины начнут дарить подарки женщинам. И они хотят любимой сделать хороший подарок. И они будут в ауте. Они скажут, это мне нужно только парфюм купить. Бренд, про бренд мы поговорим, я сейчас объясню. Только парфюм купить за такую цену. А что, а на стол еще надо накрыть, потому что мужчина, он же вообще приносит деньги в дом. То есть очень у многих сейчас поредеют кошельки. Если вы правильно предложите как мужчинам, так и женщинам, и сами подарите своим близким наши парфюмированные наборы по смешной цене самым близким и любимым людям, особенно своим мужчинам, потому что запомните, когда мы дарим подарки любимым мужчинам, своим мужьям, это мы женщины их любим. Это нам нужно. Потому что мужчина, когда пользуется каким-то ароматом, да, ему может нравиться или не нравиться, но если женщине не нравится этот аромат, то мужчина будет страдать от невнимания. И поэтому очень важно именно выбрать тот аромат, который подойдет и для мужчины, и для женщины. Поэтому это самое вредное. И точно так же я вам сказала, что у нас в компании появились вот такие прекрасные наборы. Причем обратите внимание, что каждому парфюму, как мужскому, так и к женскому, есть и дезодорант, и дель для душа, и практически каждому есть маленький парфюм 15 мл. Это очень удобно. И очень часто, вот у меня, например, есть большой парфюм, какой-то 50 мл, он стоит у меня на полочке, а маленький парфюм 15 мл я ношу в сумочке, поэтому можно дарить дополнительно и маленький, и большой. Но если вы, например, человек не может позволить себе 50 мл, вы можете предложить полный набор, но с парфюмерием 15 мл. Это шикарные подарки, это шикарная возможность именно сделать такой шикарный подарок и заработать на этом очень большие деньги. А теперь давайте поговорим про несколько новых ароматов. Я понимаю, что про каждый аромат рассказать это будет очень долго, и я не смогу про каждый рассказать. Я, может быть, в процессе кое-что сделаю, расскажу, если у нас останется время. Итак, фэнтези. Шикарнейший летний аромат. Ну давайте посмотрим, из чего он состоит. Мы с вами будем дальше рассматривать, что такое факторная пирамида. Но обратите, пожалуйста, внимание, фэнтези создан известным французским парфюмером Дельфин Лебо. Может быть, неправильно прочитала, но это французский известный парфюмер. Если вы не доверяете мне, если вы не доверяете компании, вы можете просто-напросто в поисковике, в Яндексе или где-то набрать это имя, написать французский парфюмер. Вы увидите, насколько у него дорогие ароматы и какой ассортимент у него огромный, потому что он создавал ароматы не только для компании Фаберлик. Эта компания Фаберлик, именно мировая компания Фаберлик с высоким именем может позволить себе настоящего парфюмера. Не каждая компания может себе это позволить. И именно эксклюзивно для компании Фаберлик известный этот парфюмер Дельфин Лебо и создал этот аромат Фэнтези. Давайте посмотрим, из чего же состоит этот аромат. Очень важно, когда вы начинаете выбирать аромат, то рассмотреть альфакторную пирамиду. Многие не знают, где ее найти. Я не буду делать показ экрана, хотя, в принципе, объясню, запишите себе, пожалуйста, в личном кабинете Фаберлик вы выбираете выбрать продукцию. Записали? Выбрать продукцию. Потом вы нажимаете выбрать парфюм. Там парфюм вы увидите. Выбрать женский парфюм или мужской. Нажимаете на любой флакончик, который вы хотели бы посмотреть, и вы будете поражены. О каждом аромате это раньше не было. Сейчас про каждый аромат компания описывает, куда он влечет, куда он идет, как он влияет. И на каждый аромат там написано альфакторная пирамида. Что такое альфакторная пирамида? Мы чуть ниже разберем с вами, зачем она нужна. Альфакторная пирамида, во-первых, это преимущество только дорогих и настоящих парфюмированных композиций. То есть, это или парфюма, или туалетной воды, но именно высокого качества. Именно аромат, дорогой, по составу, высокого качества, имеет альфакторную пирамида. Те ароматы, которые не имеют трех нот, некоторые говорят, у нас шесть нот, но не бывает шесть нот. Есть три основные ноты. Есть три основные направления. Первая нота, она шлейфная. Это то, что чувствуете вы. Это то, что вы, когда наносите, получаете какое вы удовольствие от этого. Это первая нота. Это то, что для вас. Вторая нота, сердечная. Это вторая нота, она необходима для того, чтобы, когда вы придете к кому-то, то вас человек должен воспринимать определенным человеком. Именно то, что чувствует от вас ваш собеседник, это и есть вторая нота. Потому что, если аромат на протяжении всего дня будет пахнуть одинаково, во-первых, у вас будет болеть голова. Раз. Обязательно. Потому что невозможно, представьте, целый день один и тот же аромат под носом. Это просто нереально. Вы, вот если вы попробуете, вот приклеить себе один и тот же аромат, не парфюм, а именно какой-то аромат, гвоздик, или какой-то вот добавить там, бергамот, вы к вечеру уже просто выйдете не знать, что делать. И многие мне задают вопрос, вот он стойкий какой-то там аромат. Я целый день его тут слышу. Я говорю, вы знаете, я вас поздравляю, вы купили недорогой аромат. Да, вы его чувствуете целый день. Значит, это показатель недорогого аромата. Потому что вы не должны чувствовать тот аромат, который вы на себя не носите. Ни в коем случае. Аромат вы чувствуете в самом начале. Это первая нота. Потом аромат чувствуют ваши собеседники, ваши компаньоны, те люди, которые с вами общаются. И если эти люди не чувствуют, чувствуют то же самое, что чувствуете вы, подождите секундочку. Если аромат чувствуют люди тот же самый, что и чувствуете вы, значит, у вас аромат недорогой. Значит, вы аромат выбрали, который, ну, не позволил, не создавал никакой парфюмер. Это просто, знаете как, добавка к определенному аромату. То есть, это услышали какой-то компонент и взяли просто-напросто на его основе, создали что-то такое. Смотрите, вторая нота, я вам еще раз повторяю, это то, что чувствует собеседник. Ответя ноту, вы ушли, а от вас остался шлейф. Воспоминания определенные. Посмотрите, что в этом аромате фэнтези. Первая нота это бергамот. Бергамот это тот аромат, который выстраивает взаимоотношения. Именно бергамот рекомендуют. Чай с бергамотом рекомендуют выпить с мужчиной, с мужем вместе на сон грядущий. Потому что именно бергамот успокаивает нервную систему. Он настраивает на контакт. Он настраивает ваш внутренний мир. И поэтому фэнтези очень многим нравится. Потому что человек начинает чувствовать комфорт и успокоение. Он становится вдруг какие-то, знаете, что-то из детства как будто веет. И точно так же розовый грейпфрут. Именно цитрусовые ароматы они успокаивают нервную систему. И крементин он получается такой кислинку дает и смягчает сладость и терпкость бергамота. И именно розовый грейпфрут он же такой терпко-сладкий. И крементин он смягчает и дает кислинку. Но это не значит, что на протяжении всего дня вы будете чувствовать сладко-кислинку. это то, что восстановит ваш дух. Если, предположим, у вас плохое настроение, и вы, например, замерзли, холодно, и вы хотите чего-то теплого, такого воспоминания летнего, возьмите именно фэнтези. Потому что вот эти ноты совсем немножко, не обязательно брызгать очень много, можно нанести на запястье, и когда вы будете говорить, то ваш собеседник будет чувствовать этот аромат. Можно нанести, знаете как, на платочек, именно хлопчатобумажный, ни в коем случае на мех не наносите, вы испортите мех. Нанесите на платочек и положите в кармашек куда-то, поближе к носу. Можно в одежду закрепить изнутри, и вы этот аромат будете чувствовать гораздо дольше. Смотрите, вторая нота это роза. Роза, что это такое? Это нежная. Про лепестки роз вы слушали сегодня ролик. Фрейзия, фрейзия, она такая, более мягкая, более такая нежная, фиалка, маргаритка. Смотрите, первая нота успокаивающая, а вторая нота женственная, романтичная. Есть прекрасный ролик про наш фэнтези, он как раз она идет по этим цветам. Это вторая нота. А последняя нота это как раз для тех дам, у которых есть характер. Потому что аромат этот без характера невозможно нести. Потому что смотрите там, кедр, амбра, мускус. амбра и мускус это афродизиаки. Это сексуальные ноты. Это те ноты, которые выражают женственность. Но кедр, кедр, он же более такое, знаете, маслянистый аромат. И кедр это больше мужской аромат. То есть та дама, которая с характером, у которой есть чувство юмора, которая хочет добавить себе женственность и в то же время оставаться с тем стержнем, который у нее есть, это как раз для нее фэнтези. Напишите, как вы думаете, кому этот аромат из вас подойдет? По описанию. Это умная, это мудрая, это женственная, это манящая, это такая необычная, потому что с одной стороны нежная, а в конечном итоге именно бизнес-леди. Но этот аромат очень хорошо под вечерний наряд новогодний. Напишите, кто из вас такая? Поставьте плюсики. Да, 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 все правильно пишите, Наталья. Угу. О, Юля, это точно вам подойдет. Отлично, Ольга. Я очень рада. Возьмите этот аромат и вы нисколько не пожалеете. И найдите в своем окружении тех людей, которым подходит этот аромат. Обязательно брызните своего флакончика на руку. Когда я покупаю себе аромат, я обязательно захожу в те места, где у меня есть клиенты. Я говорю, ой, дайте, я вас с вами похвастаюсь, что я себе купила. И достаю аромат. И беру, они говорят, а мне можно? А мне? А мне? И мы начинаем нюхать. Я им оставляю телефон. Они говорят, ой, мне нравится или мне не нравится. Я говорю, не-не-не, вот телефон, как только у вас он развеется, через минут 20 позвоните мне. Хотите вы этот аромат или нет? И чаще всего обычно они звонят и говорят, ой, я не могу, я прям не могу, не могу, не могу. Попробуйте. Вот я таким способом продаю за один раз по пять флаконов. И это очень хорошая приработа и особенно в новогодние праздники. Давайте посмотрим следующую новиночку, которую мы с вами увидим, увидели в этом каталоге. Это для наших любимых мужчин. Шикарный аромат, но он абсолютно интересный. Он сделан интересно, то есть он не раскрывается один за другим. компания впервые сделала, точнее, не сама компания, а известный парфюмер создал впервые смешанную альфа-факторную пирамиду. То есть получается не по порядку, а в зависимости от настроения, что будет происходить. То есть этот аромат может быть абсолютно разным. И, кстати, будет такой ролик от компании Фаберли. Посмотрите, альтернатив создан известным французским парфюмером Бертраном Дюшофуа. Дюшофуа. Этот парфюмер создал для нас инкогнито. Шикарные ароматы. Тоже наберите, пожалуйста, это имя, потому что не могу вам в короткие сроки рассказать. Вы увидите, вы увидите те ароматы, которые стоят на полочках, которые продаются по 4 тысячи и по 2, по 5 тысяч стоят его ароматы. Да. Вот смотрите, вот этот альтернатив, он очень хитер. То есть Бертран сделал такой аромат, который, знаете как, как, вот как бывает, вот когда фейерверки происходят, то есть вначале один шар с шикарным ароматом выскакивает, потом другой, потом третий, потом опять еще какой-то, как, знаете как, красный, желтый, зеленый. То есть мужчина с этим ароматом может быть абсолютно, знаете, такой игривый и всегда разный, потому что одна нота это пряность и ладан. Ладан это, вы знаете, аромат церковный и очень такой благородный. Но в то же время пряна, смешанная с ладаном, дает вот этот вот непонятный, то есть с одной стороны покой, а с другой стороны терпкость, потому что пряности, они всегда терпкие, они даже могут быть с горчинкой. Другая нота здесь это мускатный шалфей и не мускатный, простой шалфей. Простой шалфей, он сладковатый, такой, а вот мускатный, он именно, вот знаете, как мускатное вино, игривое, в то же время такое вот нежное. И вот эти два сочетания, они абсолютно меняют характер мужчины. И мужчина может действительно вот отражать себя абсолютно по-разному. И еще есть третья нота, которая бурлит, как, знаете, как шампанское с шариками бурлящими. Это богатый древесный аккорд. И еще амбра. Амбра – это афродизиалок, а именно древесные аккорды – это мужественность. Так, посмотрите, на кого похож этот мужчина? Он пряный, то есть он очень вкусный, он благородный, как лада, он такой мускатно-сладкий и в то же время такой нежный. А еще он такой, знаете, как умудренный опытом и в то же время сексуальный. И вот эти три такие ноты, они могут быть абсолютно разными. Это, знаете, как про женщину иногда говорят, она такая непредсказуемая. Но самое интересное, что ведь женщины очень часто любят мужчин непредсказуемым. Когда все по порядку, ему почему-то это надоедает. Именно вот этому мужчине нужен такой аромат. Но еще раз повторяю, прежде чем выбрать аромат для мужчины, чтобы определиться, какому мужчине это подходит, нужно обязательно нанести ему запястье. Я очень часто даю своим дамам несколько ароматов для мужчины. Но обязательно заставляю. Вот мужчина пусть нанесет на себя. Мужчина должен нанести на себя аромат. Не женщина на себя, потому что женщина на самом деле, она по-другому пахнет. У нее другие ноты. У нее свой мускус. А он абсолютно отличается от мужского. Чарующий аромат шелфе рекомендуется. Спасибо большое, Наталья. Вот смотрите. Поэтому скажите своим клиентам, скажите своим женщинам, что категорически нельзя наносить на себя, потому что они не ощутят того мужского аромата, какой он на самом деле. И поэтому даете несколько пробников, мужчине наносит она и обязательно нюхает его. Обязательно будет это, знаете, очень такой хороший момент по отношению к мужчине. Раз. То есть женщина нюхает мужчину, мужчине будет приятно. А другой момент, женщина тоже выбирает, она тоже должна чувствовать эти ароматы. Поэтому это используйте обязательно. И в следующем каталоге у нас появится еще одна новиночка женский аромат. Влюбительное очарование. Шарман. Шарман. Это, знаете, как говорят обычно, когда смотрят на женщину, говорят Шарман. По-французски. Давайте посмотрим, что же нам предоставится, что же это за аромат. Шарман создал также французский парфюмер. Для нас Дельфин Бубо. Это первая нота, чистейшая нота розы. Это значит нежность, воздушность. И такая, знаете, как манящая, знаете, как роза. Вспомните, как пахнут розы. Они, с одной стороны, нежные, как лепестки, а с другой стороны, они видят с определенным характером. Но очень часто женщины любят розы. Это как раз для них подойдет. Это то, что будет чувствовать сама женщина. Свежесть и богатство аромата розы. Вторая нота, то, что будет от нее чувствовать ее окружающие, это питая, груша, малина и черная смородина. Да, очень необычный аромат. Смотрите, вот эти фруктовые ноты, ягодные ноты, это получается как афродизиак. Это французский шарман, блесный, червательный. Понятно. Смотрите, а, ну да, у нас Наталья же переводчик, она поэтому нам переводит. Спасибо, Наталья. Вот смотрите, фруктовые ноты и ягодные ноты, это как афродизиак, потому что там есть своя сладость. Но она, видите, переменивается. Груша, она более такая терпкая, с кислинкой. Малина, она сладко-кисленькая. Черная смородина, она терпко-кисленькая. Питая, она более такая, более мягкий аромат, такой, он немножко похожа на папайю. Я не знаю, пробовали вы этот фрукт или нет. Такой, знаете, как, как немножечко вязко, как сказать, вязко-мягкий такой, сладостно-такой, нежный. И вот именно женщина с этим ароматом или девушка, от нее, особенно мужчина, будет чувствовать вот это вот, вот это вот, вот это вот, что-то такое вот очень манящее, с одной стороны домашнее, а с другой стороны вот это такое вот сладко-терпко-кислое. Столько всего характерей может произойти. То есть, непредсказуемость. И последняя нота. Амбра, мускус и сандал. То есть, девушка, с одной стороны, если вернуться туда и посмотреть на нее внешне, белокурая, но в очень дорогом наряде. Но это не обязательно только белокура девушки. Этот аромат подойдет и брюнетке. Но тогда брюнетке нужно обязательно сделать что-то такое более светлое для себя в одежде. Но это именно девушка и женщина с характером. Но та, которая, может вести за собой. И это более праздничный аромат. Более такой необычно меняющий легкий. Смотрите, у меня закончились новинки. Я перейду дальше к следующему нашему обучению. И вернусь назад немножечко, и буквально несколько слов расскажу про те ароматы, которые у нас есть, для кого они подходят. Бьюти-кафе. Скажу, как правильно ориентироваться в парфюме. Очень многие не знают, как ориентироваться. Очень просто. Первое. Обратите внимание, они все разного цвета. Если аромат розовый или нежно-розовый, такой тепло-розовый, например, бьюти-кафе это пудровый аромат. Видите, он практически полупрозрачный. А каори он более такой нежно-розовый, более ярко-розовый. А есть еще у нас еще другие ароматы, более яркие. Вот чем светлее аромат, тем он нежнее розовый. Чем он ярче, тем он более насыщенный по компонентам. Если сиреневый, фиолетовый, он также может, чем он ярче, он более насыщенный, чем он более розово-сиреневый, тем он более легкий. Если он, например, оранжевый, это значит теплый аромат. Вот розовый это все цветочные, те, которые сиреневые, это тоже цветочные, но там больше, знаете как, там больше присутствуют цветы такие с кислинкой, а не со слабостью. Если желтые, то это теплый аромат, в ней больше фруктового добавлено, или цитрусовый. И опять же, также вы смотрите, если более яркие цитрусы, вот как, например, какомофиличи или донофиличи, они более яркие, там сладкий мандарин, они насыщенные, такие темпераментные, то фэнтези более легкие. Видите, на нем есть зеленые оттенки. Смотрите на сам флакон, смотрите на цветовую гамму флакона, тогда вам станет гораздо проще ориентироваться. Чем светлее, значит, тем нежнее, чем ярче, тем, значит, сильнее. И опять же, если голубой аромат, если флакон голубой, все парфюмеры так делают. Всегда создается аромат по цвету, невозможно его создать по-другому. Если голубой, это морской или холодный, такой ледяной аромат. Если зеленый, значит травяной. Если желтый, это значит фруктовый. Если розовый, это значит цветочный. Если оранжевый, значит насыщенный, там, цитрусовый аромат. Поэтому вот тут можно ориентироваться. Если флакон закрыт, как, например, у нас инкогнито, видите, вот, например, остериум, он более синий, соответственно, он более к такому спокойному синему оттенку, то есть к морскому аромату пойдет. А если, например, идет вот шершель афам, он, видите, более сиреневый, но нежный. А точно так же аромат шато-долуар, видите, он желтый. Но хотя он более теплый аромат. Там очень много сандаловых нот, очень много фруктовых нот, но самая главная первая нота это ирис. Ирис это самый дорогой компонент вообще в пофумении. И вы можете понимать, что видите, во флакончике синий колпачок под ирис, но на самом деле сам флакон и синий, и желтый, то есть это более смешанный, получается спокойно теплый аромат. И когда вы начнете смотреть на цветовую гамму, вы поймете, инкогнито это женский, инкогнито мужской, это темный мужской, и некоторые флаконы без цветовой гаммы, тогда рекомендуется все-таки посмотреть альфакторную пирамиду, и вы можете это прочитать самостоятельно. Я, конечно же, про каждый аромат не смогу сказать, у меня есть курс, вы его сможете посмотреть, давайте сейчас перейдем еще к уличу. Сейчас мы с вами поговорим о том, как правильно, какие вопросы необходимо задавать себе, и точно так же, как правильно задавать вопросы своим клиентам и своим родственникам, для того, чтобы это не наш сайт, Наталья, пожалуйста, такие сайты не даем на нашем обучении, спасибо вам, но не надо, я буду обучать вас, как правильно подбирать аромат, хорошо? Хотя, спасибо за рекомендацию, смотрите, есть определенные вопросы, которые мы можем задать, как клиентам, точно так же и себе, и вам станет гораздо проще ориентироваться, потому что я могу продавать парфюмерию по телефону. Первое, какой аромат вы больше предпочитаете? Вот сейчас задайте себе этот вопрос и ответьте на него. Смотрите, обратите внимание, цветочно легкий или цветочно сладкий? Потому что, помните, я говорила, нежно-розовый это цветочно легкий, а цветочно сладкий это более насыщенный. Поэтому задайте себе этот вопрос и ответьте. Если вы не относитесь к цветочным и не любите, тогда задайте себе, спросите второй момент, свежесть, если морская или свежесть цветочная? Потому что, например, вот каори это свежесть цветочная, хотя он розовый, а свежесть морская это совершенно другие ароматы, которые у нас голубые. задайте себе, если вы не любите свежие, не любите цветочные, тогда цитрусовые, цитрусовые сладкие, как Дона Феличи или Ума Феличи, или цитрусовые с кислинкой, как вот, например, фэнтези, потому что он цитрусовый аромат. Если это тоже вам не подходит, тогда вот, отлично, цветочная, свежесть цветочная. Теперь, могут быть еще такие вопросы, терпко-сладкие или восточно-цветочные? Потому что, именно, когда задаете вы этот вопрос, вы сразу же поймете, какой аромат нужно предложить. Зачем я задаю эти вопросы клиентам или своим близким, чтобы подобрать аромат? Я делаю это для того, чтобы посмотреть, какие ароматы у нас по цвету, и вам это уже будет легко. Цветовую гамму смотрите и понимаете, цветочно-легкий какой будет? Напишите мне, цветочно-легкий, какой будет цвет? Что? Цветочно-легкий, это какой цвет аромата будет? Правильно, белый, розовый, причем нежный такой. А цветочно-сладкий, какой он будет? цветочно-сладкий, какой будет? Вспоминайте, в самом начале я говорила, насыщенный, а цвет насыщенно-розовый будет, правильно? А смотрите, свежесть морская, да, может быть, желтый, правильно. Смотрите, а если свежесть морская, то какая? это какого цвета будет? Голубой, может быть, бирюзовый, все правильно, вот как моя блузка, может быть, все правильно. Смотрите, а свежесть цветочная, какая это? Такие оттенки могут быть, свежесть цветочная. Цветы какие бывают? Представляете, сразу природы, потому что это все создано от природы. зеленый, желтый, ну, такие, знаете, как полупрозрачные. Вот полупрозрачные оттенки, правильно, может быть, нежно-сиреневые, понятно? Смотрите, цитрусовые, цитрусово-сладкие, мы уже с вами говорили, оранжевые, правильно, насыщенные, а цитрусовые с кислинкой, это какой цвет будет? Напишите мне, пожалуйста, какой цвет будет с кислинкой цитрусовой? Что? С кислинкой не оранжевый? Смотрите, цитрус, что такое цитрус? Поняла? Желтый, правильно, лимонный, желтый, бывает, знаете, такой зелено-желтый, вот как, как картинки у меня до этого были, они-то, он такой желто-зеленый, правильно, вот это цитрусовые, что такое цитрусовые с кислинкой? Это лайм, это лимон, на природу сразу переходите, это травяные какие-то ароматы, вот бывает, знаете, как мята, мята перечная, она бодрит, но она такая с кислинкой, понятно? Смотрите, дальше у нас какой, терпко-сладкий, терпко-сладкий, какой может быть аромат, ой, цвет, давайте, соображайте, терпко-сладкий, красный, правильно, а еще какой, какой еще, оранжевый, а еще бордовый может быть, даже, правильно, смотрите, темный, правильно, то есть, будет, знаете как, может быть, те же самые оттенки, но они такие будут темные, то есть, бордовый, коричневатый, какой-то оранжевый такой, серьезно оранжевый, то есть, более такие, знаете как, как припеленные оттенки, смотрите, а еще терпкие с горчинкой, горчинка, что это такое? Что входит в горчинку, как вы думаете? Терпкие с горчинкой нет, синий не будет, синий он будет больше к морскому, но он будет такой серьезный, там нужно смотреть, перец, конечно, древесный нот, абсолютно правильно, перец, древесный, гвоздика может быть, то есть, что-то такое, мох, мускус, вот такие восточные, и обычно, вот эти вот терпкие с горчинкой, это идут, как, знаете, как в аромат добавляется, ноты, вот как во блюдах, то есть, то, что мы добавляем, кориандр, кардамон, и бывает, что именно добавляется это в аромат, именно восточные ароматы, это как раз для, знаете, таких, для жгучих брюнеток, для таких, темпераментных шатенок, подходит, потому что белокурин восточный не подойдут, они бедные аж, скажут, вот так вот, им аж тяжело станет от этого аромата, а вот брюнетки, для них легкие ароматы, они не подходят, они на них потеряются, поэтому, вот смотрите, первое, то, что мы с вами писали, не касаясь восточно-амбровых, первое, которое мы с вами писали, это как раз для блондинок, а второе, это как раз для брюнеток, для шатенок, то есть первое, цветочно-легкие, свежесть морская, цитрусовые сладкие, это, это вот как раз для более светлого цвета волос, и для более светлого цвета глаз, запишите, первая категория, то, что я вам, написаны эти вопросы, это для блондинок, это для светлых шатенок, это для голубоглазых, это для зеленоглазых, для сероглазых, то есть для тех, которые светлые и воздушные, и для характера спокойного, это как раз подходит, женский, сейчас скажу, вы уже вопросы задаете, а вот то, что с правой стороны, это более такие, знаете, яркие, насыщенные, женские ароматы, такие, знаете, как характер другой, хозяйки другие, и все остальное, и так, давайте посмотрим теперь дальше, восточные амбровые, и восточные цветочные, это больше, конечно же, для женщин, которые цвет волос у них другой, то есть они смуглые, восточного типа, или национальность восточная, вот для них больше вот такие ароматы, у нас восточные сладкие амбровые, представлены в коллекции, знаете как, где вот там много маленьких ароматов, эксклюзивная коллекция, это, 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 так, не буду говорить, а то запутаюсь, помню, посмотрите, кстати, в 17 каталоге, они по супер цене, вот там есть, это вот как раз для тех, кто любит аромат более яркий, да, давайте посмотрим следующие вопросы, вы аромат, который необходимо сдать, вы аромат подбираете на каждый день, или на праздник, это играет тоже роль, потому что, если на каждый день подбирать аромат, то тогда должен аромат быть более такой, знаете как, щадящий что, потому что вокруг вас находятся коллеги, друзья, родственники, и если выбрать аромат для праздника, то тогда ваши коллеги могут бедно и задохнуться, это нельзя ни в коем случае, и брызгать нужно буквально одну капельку, потому что, если вы берете парфюмированные воды, они более насыщенные, но мы это дальше посмотрим, если вы берете туалетные воды, то они быстрее выветриваются, то есть у них, ну это дальше посмотрим, вот смотрите, на повседневный должен быть аромат, который вам нравится, раз, запишите, аромат, который поднимает вам настроение, его нужно определить, потому что для всех разное, иногда, например, женщина, которая вообще не идет восточной терпке, ей поднимает настроение именно восточной терпке, если вам первая нота, именно первая в эльфакторной пирамиде поднимает настроение, берите этот аромат, второе, что должно быть для ароматов, первое, это поднимает настроение, второе, этот аромат должен отражать ваш характер, который вы хотите, чтобы вас воспринимали, Если вы придете, например, куда-то на работу или в помещение, и аромат будет у вас, знаете, как вот этот последний новый, который в 18-м, вот такой вот, вот такой вот, и вы придете и к начальнику, и он вам, этот начальник, он к вам будет относиться как к женщине, а не как к специалисту, а не как к профессионалу. Поэтому это тоже нужно учитывать. Куда вы идете? Дневной просто погулять? Тогда без проблем. Надевайте на себя аромат романтичный. То есть вы должны понимать, аромат, который вы берете на повседневный, вот вы наносите на себя, аромат не должен быть один, потому что вы должны быть абсолютно разными. Итак, смотрите, который вы наносите, он должен отражать то настроение, которое вы хотите, чтобы увидели люди у вас и почувствовали, кем вы хотите быть. Потому что если вы одетесь в деловой костюм, но взяли аромат, нанесли на себя романтический, ваш деловой костюм уйдет просто в тар-тарары. И все, и ничего хорошего в этом не будет. Понятно? Дальше. Если и наоборот, если вы придете на встречу с любимым человеком и нанесете на себя аромат деловой, это как шато де ла луар более благородный, такой вот, вот такой серьезный, то мужчина вас восприняет просто как друга. Так, а может быть такое, что по типу мне подходит один, а нравится противоположный. Может быть. Это бывает, знаете как, бывает яркая женщина, очень такая темпераментная, и ей по идее должен быть насыщенный аромат, но настолько у нее перегруз в жизни, настолько она устала, что она будет более легкий для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы почувствовать вот это облегчение. А бывает наоборот, взрослая женщина приходит и берет шоколад. Шоколад это для молодежи или фруктовый аромат, но она берет, потому что это антистресс. Это ситуационно. И почему говорят, что не должен быть один аромат? Если аромат один стоит на полочке, вы всегда будете одинаково и с любимым, и на работе, и на праздник, и летом, и зимой. Ни в коем случае. Вы не елка зимой и летом одним цветом, вы абсолютно разные. И женщина должна быть разной, и мужчина должен быть разным. И поэтому это очень важно, чтобы было несколько ароматов. Но такое бывает. И может, знаете, быть такой момент. Вам сегодня нравится, прошел год, вы начинаете пользоваться этим ароматом, он вообще не подходит. Да, абсолютно верно. Смотрите, обратите внимание, следующее. Вы обычно мерзнете или вам жарко? Помните, я в самом начале говорила, это температура тела. То есть вы будете понимать, быстрее у нее откроется аромат или нет. Потому что если быстрее открывается, если температура тела высока или давление высокое, то сладкие ароматы этой женщине нельзя. Она будет уставать от сладких, терпких ароматов. Ей надо что-то более легкое. Если у нее температура тела более низкая, то есть, ну, например, низкое давление, или она больше находится на улице, а не в теплом помещении, то тогда ей лучше аромат более мягкий. Секунду, простите. Итак, давайте будем дальше двигаться. Каким видом деятельности вы занимаетесь? Помните, я вам говорила, если девушка носит деловой костюм на работу, конечно же, ей нужен определенный аромат. Он должен быть такой сдержанный, чтобы все соседи, все, с кем она работает, они относились к ней по-определенному. Если этот аромат будет такой, знаете, какой веселый, жизнерадостный, то так ее и будет воспринимать. Поэтому это тоже очень важный момент. Какую, так, не вижу. Какую черту характера желаете усилить или смягчить? Это очень тоже важно, потому что, если, предположим, вы кого-то боитесь, нанесите на себя аромат. Ну, куда-то идете и трясетесь. Нанесите аромат, который у вас, знаете, как обязывает быть серьезный такой и такой вот важный. Ну, несколько капель, не на постоянку. Пусть это будет, знаете, как вот между груди, чтобы вы нюхали. Или какую-нибудь, вот, знаете, как бывают маленькие такие кувшинчики. И одну капельку. Тогда однозначно вы будете себя вести по-другому. Потому что каждый аромат обязывает. Помните это. Смотрите, или наоборот, вы слишком жестко добавьте себе романтики, кислинки. Так, смягчить. Какое впечатление хотите оставить о себе в послевкусии? Помните, я говорила о третьей ноте? Это как раз то послевкусие. Как должны вас воспринимать? Это очень важно. То есть вы ушли, если это любимый мужчина, что он должен думать о вас? Как он? Если там амбровые ноты, если там мускус, то он будет вспоминать вас и говорит, как я хочу ее опять встретить. А если там будет, например, сандал и мох, он скажет, какая она деловая. Прям такая, прям бизнес-леди. Поэтому думайте, что вы хотите после себя оставить. У вас есть еще парфюмерия или это единственный флакон? Это то, о чем я говорила, что флаконов должно быть несколько. Поэтому смотрите, какие вопросы помимо этих вы должны еще задавать, если хотите, и предложить аромат. Предположим, вам позвонил кто-то и говорит, мне нужен парфюм. Прекрасно. Вы задаете, какой у вас цвет волос? Он говорит, например, цвет волос, вы помните, о чем я говорила? Какой у вас цвет глаз? Какой у вас характер? Вы спокойные или такие темпераментные, сбалмошные? Какой у вас, например, род деятельности, где вы работаете? Вы аромат берете себе для жизни, для повседневной или на праздник, или к любимому? Или просто вам нужно поднять настроение или успокоить свою душу? Вот эти вопросы вам помогут очень быстро сориентироваться. Но прежде чем вы начнете предлагать это все, вам необходимо самостоятельно поработать с самой собой. И по этим вопросам поработать с парфюмом. И в этом вам помогут именно пробники. Почему пробники? Бывают очень часто ассоциации у людей. Они видят цвет и говорят, ой, это мой аромат. И сразу его покупают. А начинают им брызгаться, говорят, это не мой аромат. В пробниках практически нет цвета. Это очень хороший момент, что нет цвета. Тогда человек закрывает глаза и чувствует. И он воспринимает аромат таким, какой он есть, как он на нем открывается. И запомните, один и тот же аромат на разных людях будет пахнуть абсолютно по-разному. И вот тогда вы поработаете с собой и попробуете на себе. Вот берете аромат какого-то парфюма, не читайте какой он. Нанесли, дайте немножечко открыться, помните про температуру тела. Понюхали и ответили на все эти вопросы. И тогда вы начнете понимать, ага, подходит мне или нет. Поэкспериментируйте со своими близкими, кто отличается от вас по цвету глаз или по характеру. Поэкспериментируйте. Тогда вам гораздо проще будет продавать ароматный предлагатель. Давайте посмотрим следующий слайд. Через секундочку. Следующий слайд наш. Существует различия. Существуют туалетные воды. Туалетные воды это не значит, что это парфюм. Это парфюмированная композиция, но она разбавлена спиртовым раствором. Это делается специально, потому что вначале она бьет в нос. То есть как спиртом пахнет, это специально, чтобы аромат лучше раскрывался. Потому что туалетные воды предназначены для того, чтобы они держались всего 3-4 часа. Это придумано специально. Это не значит, что это не стойкий аромат. Это придумано специально для того, чтобы женщина могла быть утром одна, днем другая, а вечером третья. Для этого предназначены туалетные воды. И очень важно, чтобы несколько было туалетных вод. Второе. Парфюмированная вода. Это как раз та продукция, которая есть спиртовой раствор, но там содержится очень приличное количество масел. В мужских от 6 до 12, а в женских идет от 15 до 25% масел. То есть именно выжимка из цветов, из листьев, из корней, именно то масло добавлено в аромат, в парфюмированный. И получается из-за этого, что больше масел, из-за этого стойкости идет 5-6 часов. То есть запомните, если вы нанесли аромат парфюм, то он будет пахнуть 5-6 часов. Это не значит, что вы его будете чувствовать 5-6 часов. Это значит, что он его чувствовать на вас будет 5-6 часов. Духи и одеколоны. В компании Фаберлик духов и одеколонов нет. И очень часто нас обманывают даже в магазине, предлагая духи и одеколоны. Потому что это очень дорогой продукт. Это содержание спирта не менее 85%, но там композиция ароматических масел от 20 до 30%. Стойкость весь день. И там буквально нужно одну капельку, и они очень сильные. Обычно это бывают маленькие стеклянные флакончики и закрыты именно пробочкой деревянной. Это очень дорогой продукт, который не каждый может себе позволить. И компания Фаберлик не производит этот продукт. Он дорог именно в начальной, и точно так же он дорог именно для клиентов. Я вам вкратце об этом рассказала. Давайте перейдем, посмотрим на альфакторную пирамиду. Обратите внимание, что же это такое еще раз вам напомню. Обратите внимание, это первая нота, видите, верхняя нота, и то, что там 5-10 минут она держится. Вторая и какие? Цитрусовые, зеленые ноты, свежие ноты. Раскрывается 5-10 минут. Вторая это сердечная нота, и это раскрывается 10-20 минут. Звучание от полутора до трех часов. Помните, я вам говорила, что должны чувствовать, когда вы в общении с человеком, что должны они чувствовать, насколько она держится. И третья нота в альфакторной пирамиде, это очень такие в основном тяжелые, это чтобы укрепить аромат, чтобы характер придать аромату, потому что в аромате должен быть характер. Некоторые ароматы, нижние, именно, показываются, они перевернутые, то есть цитрусовые идут внизу, для того, чтобы расслабить, наоборот, человека. Бывают такие ароматы, и у нас есть такие ароматы. Вы, когда посмотрите, вы обратите внимание, что первое, это легкое, цветочное, с кислинкой, второе, цветочное, фруктовое или десертное, что-то пряное, а третье, именно вот такое серьезное, тяжелое, более насыщенное, и держится на 6-8 часов. Понятно? Теперь давайте перейдем к следующему слайду. Так, не к этому, не к этому, не к этому прыгает, вот к этому слайду. Я показала тут приблизительно, но вы можете сесть и просчитать. Если вы сядете и просчитаете, то вы поймете, что парфюм – это тот продукт, который востребован каждому. Если вы правильно преподнесете наши ароматы и расскажете им, что у нас создают известные парфюмеры, и дадите, если человек не верит, дадите понюхать именно пробник, не продавайте пробники, это не парфюмы, это парфюмированные композиции для работы, это не парфюмерия, запомните это. Если вы правильно преподнесете и правильно подберете аромат, и обратите внимание, там мы еще с вами не смотрели, есть вип-ароматы, а есть не вип-ароматы. То есть есть ароматы более легкие, такие более, ну такие живые, вы посмотрите, а есть более виповые, для вип-класса. И это тоже важно учитывать. Не могу полностью все рассказать, и так вас уже задержу уже 27 минут. Но в любом случае, если вы будете правильно подбирать ароматы, если вы правильно зададите вопросы, и человеку это понравится, то это будет тот клиент, благодарный, который будет с вами навеки. Тот клиент, который захочет у вас купить все дополнительно. И средства для дома, и средства для волос, и декоративную косметику, и крема дорогие. Причем после парфюма очень часто клиенты покупают именно дорогую, декоративную косметику, дорогие крема. Они начинают доверять больше компании. Если у вас клиенты не покупают парфюмерию, значит вы неправильно отрабатываете клиентов. Нужно поработать с клиентами правильно. Если вы не продаете парфюмерию, то запомните, крема они могут здесь нравиться, могут уйти в другую фирму. Если вы продадите хоть раз парфюм человеку, но не просто продадите, а предложите правильно, то этот клиент, или этот друг, или этот родственник, он будет приходить к вам всегда. Потому что аромат, он работает как ароматерапия. Аромат меняет наше настроение. Аромат помогает нам как радоваться, точно так же и огорчаться. И от правильно выбранного аромата у человека будет определенное настроение. Или афротезиак, или успокоен. Но это еще как раз тот продукт, который продается и нужен всем. Только его нужно правильно продавать. Обратите внимание, я тут так в среднем написала. Один флакон, это где-то грубо 599 рублей для нас. Ну в среднем. 799 в каталоге. Это где-то 12,5 баллов, ну где-то вот так. А заработок приблизительно 200 рублей. С одного флакона. Что бы нет. Если 10 клиентов, всего 10 клиентов, это всего 10 флаконов. Когда вы продаете наборы кремов, или один крем, или этот крем, и этот крем, клиентов гораздо меньше. А если всего 10 клиентов, всего 10 флаконов, а еще к ним, паровозикам, наши гели для душа и наши дезодоранты, то это получается, ну даже с парфюма 200 рублей, и там где-то рублей 100-150. То есть, один клиент может принести вам прибыли 350 рублей. А если он еще купит себе, мужу, маме, и захочет, скажет, так, и моей подруге близкой, и потом приедет, и подруге еще скажет, чем у тебя так вкусно пахнет. Слушай, а я хочу тоже. Это как раз то, которое приводят по рекомендациям. Это тот продукт как раз. То есть, получается 2000, а может быть гораздо больше. То есть, 10 клиентов, 10 флаконов, в среднем 12,5 баллов. Вот вам 125 баллов. А может быть гораздо больше. Смотрите. 3 недели умножить на 2000 рублей. А мы, помните, говорили, что там может быть около 3000. Получается 6000 рублей, а может быть и 9. Это тот заработок, который вы можете потратить на новое платье, на прекрасный ресторан и на многое другое, и на шикарные подарки своим близким. 3 недели, 150 баллов. Это 375 баллов, если вы это будете работать каждую неделю. За неделю 10 клиентов, это разделитесь ли на 7 дней, то получается 1,43 человека в день. Представьте, вы поговорите всего с одним клиентом в день. И расскажете ему о парфюме, и дадите ему это все по нему. И когда он попробует, то он вам приведет паровозиком еще 10 клиентов, благодарных, которые хотят это купить. И тогда вы сможете зарабатывать как с продаж, точно так же делать шикарный личный объем. А вы все знаете, какой промоушен я вам объявила на этот период. Поэтому вы можете получить от меня шикарные парфюмы. И точно так же у вас может быть шикарный групповой объем. Если вы пригласите своих консультантов и 10 ваших консультантов повторят то же самое, смотрите, 375 баллов на 10 ваших консультантов. 3 750 баллов. Это директорская структура. Сейчас вкратце я вам это дала. Хочу вас поздравить уже совсем скоро с новыми новогодними праздниками. И точно так же можно вот точно такой же набор так же предложить для своих любимых. И точно так же предложить, чтобы, если сомневается мужчина, что подарит женщине, пусть подарит этот набор. Потому что здесь несколько ароматов. И маленьких. И женщина может быть его любимая разная. Спасибо вам за внимание.